всем снова приветики у нас с вами идет наверное нет даже не вторая часть а много-много уже не непонятно такая часть про мои вещи как я пытаюсь их практически даром за вкусняшку даже не продавать а именно за вкусняшку пытаюсь отдать все еще немножечко быть другая история вот ту коляску которой я отдавала за вкусняшки забрали за 400 рублей не помню говорил или нет остальные вещи наверное уже прошла неделя я не помню даже никак никто не забирает так никто все писали всем было нужно срочно да пожалуйста только мне только мне я сто процентов приеду заберу оставьте не трогать и да 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 и потом какой-то момент просто всех хоп и тишина и никому не нужны эти вещи честно знаете такое ощущение как будто на меня наложили какое-то проклятие что я не могу даже уже почти даром без ну не бесплатно а вот просто за какую-то вкусняшку раздать свои вещи то есть там не какой-то там ненужный хлам да там порватая там сумка там изношенная там она в принципе довольно хорошо выглядит там то есть ездила по-моему я с ней один раз на дачу мне не понравилось в итоге и поставил оставила и все вот как-то мне хотелось чтобы там была такая сумка прям вот полностью разваливается туда все сложил домой приехал и открыл и все видно как на ладошке так вот мне была нужна такая она мне не понравилось также там что рюкзак у не настолько старый вот там еще какие-то разные вещи ну принципе они за шоколадку там за курочку я не знаю там ну рюкзак он конечно полторы тысячи стоил ну хотя бы за какую-то вкусняшку тут просто буха никому ничего не надо и вообще я прям шоке кстати с той группы которая отдам даром там были несколько постов именно с ценами там 500 700 рублей при этом администратор все равно их выкладывал то есть все я думаю вас странно в этой группе стали продавать что ли вещи ну ладно думаю я выставлю то что у меня за вкусняшку а нет я написал что за вкусняшку написала отдам обычно если я отдаю даром я пишу отдам даром а так и просто написала отдам а на стене я выставил то что бартер там как ее обменять там обменять на вкусняшки там и какие-то вещи допустим или вот на продукты мне удобно например обменивать на продукты которые есть у человека допустим вот девушку здесь что она живет вот прям вот в доме вот напротив моего дома она приносит очень вкусные кабачки яблоки хлеб нам приносила кстати показывал ее хлебушек помидоры приносила то есть прям реально много там ну и вещи большие да и приносила нам многое то есть это удобно кстати от кушаешь кабачки мы очень любим мы прям в этом году именно вот эти вот зеленые кабачки очень полюбили вот и мне начали писать люди я пишу ну вот типа то а девушками слова типа за курочку отдам сумку ну так как раз сумка она почти новая там один раз я с ней ходила на солу полторы тысячи выглядит идеально там не потрёпана она где-то ничего ну вот прям с магазин как будто вот ценник приклеить и все абсолютно новое а ну вот она мне спросила типы там адрес тра-та-та я типа говорю отдам за курить учу курица стоит 200 рублей а сумка полторы тысячи разница большая я же не прошу на 500 рублей на 1000 рублей там нечего-то купить там я не знаю там 25 килограмм порошка например да как вот у меня было недавно она что там за курицу там что-то тра-та-та-та-та-та-та-та вообще бесплатно должны отдавать мне там та-та-та-та короче такой там скандал устроила это когда он нифига себе думаю почему я должна ей бесплатно отдавать ну а с чего вообще ради думаю человек пришел ко мне и пытается там требовать чтобы я отдала эту вещь ему бесплатно так она написала этому администратору и тот меня удалил из этой группы то есть отправил в черный список я думаю блин лучше бы я выставила за деньги вот пытаешься знаете вот вот делаешь людям добро стараешься там ну вот все там что-то там за шоколадку там что-то масленка у меня было я написал ну типа отдам за шоколадку она стоит 150 рублей я ну хотят маленькую шоколадочку какую-нибудь вот что-нибудь от нее получить нужно я оплатила деньги да ну чё думаю я буду продавать что за шоколадку то проще мне казалось а нет же людям стоять в очереди за этой шоколадкой то я тащить там она же такая тяжелая там да или ну или курицу там наверно тоже тяжелые это тащить не хочется проще видимо деньгами вот и это горло чем больше у держишь людям добра стараешься вот наоборот как тут почти вот бесплатно почти даром отдать там даром да там я не говорю какая именно мне нужна шоколадка человек может сам выбрать по своему бюджету я же не знаю сколько у него денег да то есть удар модель и просто тебя сыпется там куча говна там вообще блин это обидно это очень сильно обидно и вещи до сих пор продолжают стоять у меня в коридоре а я не знаю я короче хочу еще поискать вещи уже сейчас довольно сложно их находить я случайно натыкиваюсь когда куда-то там залазю снова хочу все заново сфотографировать если в ближайшее время наверно никто не придет то скорее всего у меня есть один там знакомый он забирает все вещи он ко мне уже много раз приходил уже раза три наверно ко мне приходил забирал просто все вещи но ничего не приносит он просто забирает улыбнется типа спасибо я говорю спасибо вам что забрали и уходит как бы и все вот я спросил прошлый раз говорю зачем вам это все надо год ну я раздам кому-то там отдам там вроде нуждающимся там туда-сюда думаю блин ну ко мне не идут нуждающие никто не идет ко мне ну хотя бы узнать вот хотя бы я коляску большую дала на прям вообще очень много места ушло вернее наоборот это появилось много меня сейчас я попью воде часть далеко поставил большой стакан не изжога что-то появилось последнее время я начала пить большими такими стаканами где-то миллилитров 600 что ли он я таких стараюсь выпить там штуки 3 4 5 в день чтобы ну изжога не это не очень приятно у меня во время беременности была изжога кошмарная прям ужасно ничего не помогло не помогало сейчас не хочу чтобы вот короче с вещами у нас все очень 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 плохо просто очень очень вот но их остается слава богу уже гораздо гораздо меньше они начинают заканчиваться и это круто вот и также вторая история маленькая у нас сегодня мама моя подала объявление на димину куртку на димину куртку находится у нас и первый день был мы пошли все вместе в зоопарк мама знала что мы идем за парк но тем не менее позвонил человек там мужчина что ли договорились что в четыре часа придет могу сегодня в четыре часа придут за курткой будь дома рука говорю мы же уходим а мы уже оделись и собрались уже такси вызывать вот куда уходите в зоопарк ну тогда он завтра наверно подойдет все значит на следующий день мы остаемся дома могу что в четыре часа также подойдет этот мужчина мы остаемся дома целый день сидим но хотя была хорошая погода и мы целый день сидим дома ждем его не пришел ладно вчера значит было по-моему позавчера был день вчера да мы тоже остались дома надежды что может быть он придет все-таки на следующий день тишина опять никто не пришел и сегодня с утра ему вдруг подать было с прийти за курткой не поверить 8 утра 8 утра ему понадобилось прийти за курткой когда мы еще так с димой вдвоем сладким сном спали мама начала звонить мне там с утра короче просыпаюсь десятом часу смотрю у меня от мамы упущенных 18 18 раз короче она звонила все думаю сейчас мне влетит а включить звонок или вибрацию я не могу потому что телефон сейчас я сижу с вами болтаю он постоянно вибрирует то есть это у меня происходит даже всю ночь один раз я забыла выключить вибрацию меня всю ночь был ткккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк сеть, интернет отключать, чтобы такого не было. Потому что там приходят разные уведомления. И мама говорит, они пришли в 8 утра к тебе за курткой, а ты спала. Ну, когда чуть-чуть она ряпнула, вечером она прям так ряпнула. Все, говорит, короче, ждись, завтра они придут. Она такая, боже мой, я не могу. А могу вообще не продавать куртку, пусть она у тебя валяется. А завтра у нас получается солнечная погода, тепленькие денечек, солнышко, и мы уже все вместе, с семьей, с мужем, с сыном запланировали идти на набережную гулять. Потому что завтра будет вроде как солнышко. Я такая, блин, опять. Завтра будь дома. Блин, я не хочу дома сидеть. Опять вот завтра, понимаете, опять вот все, бросишь все свои вещи, просидишь дома, и в итоге они не придут. Блин, ну, реально так нельзя. Приходите, вот, допустим, за вещи приходить в 8 утра. В 8 утра. Человек может спать в 8 утра, наверное. Человек может начать собираться на работу, и может на работу там к 8 уже часам. Или он в 8 ровно там выходит, например, на работу. А он должен дождаться, что ли, их. А вечером вот они никак не могут. Вечером. Сколько дней уже я там была вечером, они никак не могут. Не знаю, блин, это кошмар просто, кошмар с этой курткой. Прям, я не знаю, это целая история. У меня уже эта история, честно, начинает бесить очень сильно. Плюс к тому же, там, какие-то отдельные люди пишут, там, да-да-да, я приду-приду там за этой вещью. Напишите адрес, пишешь адрес, телефон пишешь, а потом такие, типа, ой, а я не могу. ой, а это далеко. Не знаю, так как прям вот в этот раз, именно вот в этот раз раздавать вещи очень сложно. До этого были предыдущие два раза, я почти все вещи раздала. Там чуть-чуть прям вот совсем осталось одежды, но одежда, она особо никому не нужна. Вот. Как-то вот так вот. Сложно все с этими вещами. Сейчас-то я планирую посмотреть фильм. Хочу посмотреть. Один очень такой веселый, очень интересный такой. Там где-то какой-то парень, не помню, как он называется, где-то там какой-то парень все время кривляется, все время там что-то. Это, наверное, он многосерийный. Я одну серию, по-моему, или парочку увидела за свое детство. Как-то он там называется, так необычно. Вот. И хочу поесть чипсы. Вот. Такие у меня чипсы. Подходит мне? Фотографии там можно сделать. Зеленый лук. Какой-то здесь опять QR-код какой-то. Не знаю, попробуем тут сканировать сегодня, что там выйдет. Потому что сейчас, кстати, ну, ролик выйдет с большим опозданием, скорее всего. А иммунель, там, типа, в лайке зарегистрируешься, как тик-ток, только лайк. Отправляешь свой танец с этим иммунелем. Или там без него, или просто какой-то танец, по-моему, да. Там уже кто как что угодно там делает, чтобы продвинуть свой канал там. И можно там выиграть танец уже с каким-то известным блогером. Вот. Вот я купила иммунелли, а теперь мы не можем никак с сыном танец сообразить. Она лежит у нас уже девятый день, наверное. Да, первого числа мы купили. Или даже раньше. Никак мы не можем сообразить. Вот как-то, знаете, вот сидеть с камерой вот так вот и болтать, это одно. Записывать что-то, идти записывать себя. А вот поставить камеру и напротив нее танцевать, это оказывается уже совершенно другое. Плюс танцевать. Я, в принципе, особо не танцую. Я сейчас там попробовала перед зеркалом, так на себя посмотрела, блин, я как черепаха. Вот, знаете, вот бывают люди, да, энергичные, они прям так вот четко двигаются, двигаются. Или вот там, бывает, люди, допустим, все вместе танцуют там какой-то группой, да, вот они натренированы, постоянно танцуют, все. Начинают выступать. И сразу видно, кто из людей танцует не очень хорошо. Сколько бы он не тренировался, но он как-то более медлительный. Кстати, посмотрите, заметьте сразу. Видимо, ну, более медлительный, неохота, может быть, неохота танцевать, допустим, а родители водят ребенка, ну, как обычно-то. Там все родители хотят, чтобы он был пианистом, на пианино водят, там еще куда-то. А ребенку это нафиг не надо. И потом все равно ребенок бросает все это дело. Навряд ли пригождается это в жизни ему потом. Ну, может, и пригождается. Вот. Что у нас там? Сколько? А, всего 15 минут мы с вами поболтали. Какие у нас с вами поболтушки. Сегодня у нас была мрачная погода, был дождь. Ну, вот. Сегодня я даже свои цветочки перенесла. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот они. Вот они наши, мои цветочки. У меня, кстати, хотя нет, пока не буду рассказывать. Не буду пока это рассказывать. Вам покажу это все, кое-что, вернее, маленький такой секретик, попозже, в влоге каком-нибудь. Для вас это будет что-то такое необычное. Ладно, буду с вами прощаться, а то уже время много. Хочу лечь пораньше спать. Вот. То есть время ложусь поздно, поздно, поздно. Все. Всем спасибо за просмотр, что меня посмотрели, послушали, поговорили вместе со мной. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania.